звук проходящих трамваев виталий сходи в знаменитую пончиковую восстанкино 178 лайков когда я вижу 178 лайков под каким-то комментарием я не могу на него не отреагировать и я кстати отреагируем все отличные идеи даже вы близко люблю эти пончики а где там люди спрашивают а ты за гугли попробуй чебуреки в гастрономическом центре зарядья но очень короче всем привет вы на канале покашеварим и сегодня обзор на легендарную пончиковую которая с 50-х годов открыта в районе останкинской башни в районе вот этого пруда куда на заднем фоне видите да пропаганда пропаганда там вот создается пропаганда вот здесь вот пропаганда транслируется вот она длинная высокая пропаганда мы приехали на в днх это останкинская улица дома как такового у этой пончиковой нет потому что кадастре это маленькое здание не зарегистрировано это самострой который как я понимаю до сих пор не узаконен тем не менее уже существует больше 60 лет идем пробовать то что пробовали студенты еще в середине 20 века но ориентиром может служить вот это вот депо это ну не депо как раз управление трамвайной здесь они конечные трамвай первая останкинская 1а а вот сама пончиковая она как бы пристроена и у нее нет кадастрового номера маленькое симпатичное здание рядом с одним из входов на в днх вон он с той стороны вот она пончик в маль маленький такой замочек несмотря на то что я жил на в днх долгое время я и гуляли мы здесь в районе я ни разу не заходил в эту пончику сейчас будет первый мой раз ладно пойдем кстати раньше это был не домик а была палатка вот 50-х годов тут было просто обычный ларек такой и продавали пончики пойдем а будьте добры два кончика 2 чебурека вот док и мало а магазины тогда не надо мне чебуреки магазин тогда 4 кончика молочные коктейли хот-дог вот док не магазинный хоть магазины спасибо так чё пойдем народище блин слушай ну я я честно говоря мне сейчас два шока во первых я не ожидал что настолько там тесно то есть тесто максимально и очередь вот таким зигзагом я не ожидал это будни мы сегодня какой день то среда блин среда середина дня и народу дофига но особенно учитывая площадь которую нам дают для ожидания мы там не стали оставаться чтобы людям не мешать не смущать пойдем день на лавочку сядем благо здесь вокруг куча парков и ботанический сад и в днх рассказываю как правильно есть пончики вот вам дали такой пакет он начинает уже жирнеть промокать вот так вот делаешь смотри чтоб сахарная пудра распределилась и после этого можно ну что попробуем легенду на вкус ну вот они пончики пончики в целом как пончики ничего сверхъестественного просто нормальные пончики сделаем уже традиционной фразу легенда идет в рот легенда идет в рот прям хэштег будем такой использовать я попробовал легендарные пончики и чего могу сказать ну вкусный пончики все ехать специально на в днх есть пончики нет никакого смысла потому что практически везде где готовят пончики они будут приблизительно такого же качества вам пончики на принять цена 50 рублей за 100 грамм это много это 500 рублей за килограмм 500 рублей за килограмм это реально много это же просто тесто я на самом деле тесто очень такое ну правильно но во-первых прикольно соленая то что пончики несмотря то что это ну фактически десерт она они должны быть соленые во вторых она классной структуры у нее внутри очень мягкая снаружи небольшая хрустинка пончики надо есть только сейчас только сразу только после приготовления купить куда-то тащить домой да это будет съедобно но это будет не кайф все таки вот так вот душевно вот сел на лавочке пончик съел запил молочным коктейлем и даже несмотря на то что улица сейчас явно нам угрожает каким-то ливнем настроение все равно приятное он там парк там пончики там пропаганда хорошая распутье такое я не знаю добавляет они мороженую молочный коктейль или нет но коктейль совершенно обычный ничего не я бы не стал брать его честно говоря ну что у нас остался хот-дог хот-дог от легендарной пончиковый не думаю что он удивит вот ребятушки хот-дог за 70 рублей огурцы какие-то пожухлые честно говоря вот смотри ну посмотри что с огурцами не так они уже давно не дружат с этой жизнью булочка не хрустящая то есть в отличие от того что star dogs или где не там на газпроме на заправке купить хот-дог будет хрустящая булочка сосиска по ощущениям уже давно существует она заветренная горчица кетчуп и хрустящий лук вот и вся история на самом деле не складывает впечатление очень свежего хот-дога я попробую огурцы мерзкие вообще абсолютно они слюнявые по вкусу ничего но они уже давно давно в маринаде и прям слюнявые слюнявые не хрустящие отвратительный хот-дог на самом деле по всем параметрам кроме одного сосиска годная реально вкусная сосиска не знаю как долго она пролежала вот это вот все вот сморщилась так я не понимаю из-за чего видимо из-за времени но булочка не хрустящая кетчуп майонез горчица все это такое во-первых много налито во вторых обычная абсолютно лук хрустящий лук не хрустящий хрустящий огурец не хрустящий и того этому хот-догу категорически не вот от меня в отличие от почек пончики четки в общем чего по итогу по итогу это хорошие пончики ради которых не стоит гнать с другого конца света очередь вон аж до сюда вот это капец то есть народ реальный ходит сюда чтобы поесть пончики а сюда особо транспортные транспортного сообщения особо нету хотя и трамвая постоянно короче гнать с другого конца москвы не надо за пончиками но если уже здесь где-то оказались 150 рублей за 100 граммов почему бы и нет и не попробовать это нормальные вкусные пончики хот-дог не брать молочный коктейль честное говоря тоже не брать все ребят оценки итоговые мы выставляем уже за кадром то что мы забыли критерии щас домой приедем выставим вот здесь вот табличка появится вот столько баллов пончик ой набирает хотите верьте хотите нет вот именно такой балл она и получает все всем пока и и и и и и и